Как прошел сегодня первый гоночный настоящий день? День сегодня явно был немой, прям с самого начала. У нас был спецучасток, начинался вдоль моря. Прям дорожка была, по крайней мере, первая часть, по-моему, и вторая тоже. Один в один к последний день предыдущего года. Я прям еду и вспоминаю, ой, вот тут я помню вот эти кактусы, да, вот этот забор тоже запомнила. Утром было пасмурно, и за счет этого не было жестких теней. Дорожка песчаная, очень много таких мелких кочек, и все так как-то вот очень так равномерно выглядело. А в роутбуке было написано, что много всяких колей, подбросов. Ну и как-то еще так только стартанул, не стал гнать сильно, что называется, думаю, сейчас разомнусь. И вот этот песчаный первый кусочек так не очень быстро проехала, немножко аккуратничала. Потом у нас дорога пошла по уже такая каменистая местность, и началась большая вибрация. И в какой-то очередной раз я опускаю глаза на приборы, они у меня потухли. У меня вот сверху стоят два повторителя курса и счетчик километража, который идут провода, от них подходят к основному GPS. Так вот, основной GPS работает, а вот эти два прибора, они погасли. И, соответственно, для того, чтобы посмотреть, куда ехать, мне нужно вот так вот, прям вот реально сюда себе практически в живот было наклониться посмотреть. И плюс там еще вся информация очень мелкая. Трясет, камни уже пошли, сложный навигационный кусок. И, в общем, из-за того, что я смотрела в навигатор туда, один раз тоже в кактусы уехал, чуть не упал, но вырулила. Ну, естественно, сразу же тут же скорость совсем вообще упала. И тут же меня, значит, начали ребята догонять. Обогнал Сашу Максимов на квадрике. После квадрика еще плюс ко всему добавилась пыль. Ну, в общем, все 33 удовольствия. Я на ходу что-то пыталась понять, что произошло. Естественно, никак не понятно. В какой-то момент вдруг на очередном камушке меня подкинуло. Вдруг эти приборы включились. Ну, ненадолго. Секунд на 15-20. Потом от вибрации опять потухли. Понятно было, что какой-то где-то контакт отходит. Ну, а что оставалось сделать? Я, значит, уже там кое-как доехала до финиша вот этого первого отрезка. Проехала Леозон. И на старте уже второго куска подхожу к организаторам. Говорю, вот так и так не работают у меня приборы. Явно что-то дело вот в навигаторе. Потому что от него не идет питание. А, и еще самое смешное было до того, как подойти к организаторам. Я приехала, у меня, значит, приборы погасли. Я так разозлилась, посмотрела, предохранители целые, провода, визуально все вроде нормально. Я уже так разозлилась кулаком по этому навигатору. Ну, ты сволочь, не работаешь. Так вот стукнула, и вдруг раз все загорелось. Лучший способ, да, что-то починить, постучать посильнее. Думаю, вот сволочь. Ну, я, соответственно, зову организатора. Говорю, так и так, вот по навигатору можно стукнуть кулачком, и все, значит, заработает. Он там куда-то позвонил своим французам. Они долго совмещались по телефону, потом сказал, экскюзе-мо, но заменить Юник можем только уже на финише, когда будете на биваке. Ну, и, соответственно, второй спуисок. Мне пришлось уже ехать тоже. Эти приборы то потухли, то погасли. Я уже знала, что надо поскучать по навигатору. Но, как сами понимаете, тоже каждый раз приходилось смотреть туда-сюда, плюс из-за этого, опять же, то, что меня ребята обогнали, которые впереди, они чуть медленнее ехали. А я их уже ехала чуть побыстрее, по следам больше старалась ориентироваться. Догнала квадроцикл и мотоцикл. Они едут пылят страшно. Я, значит, пытаюсь их обогнать, чуть-чуть приближаюсь. И в этой пыли пару раз прозевала какие-то то ли кочки, то ли канавы, то ли камни. Я так и не поняла. В общем, меня сильно достаточно подбросило. И, в общем, на третий раз, когда я чуть не навернулась в этой пыли, я решила, что надо ехать потихонечку. Тем более, что до финиша уже оставалось там каких-то, не знаю, километров 5, наверное. И как только я решила, что все, все, ладно, бог с ним, с результатом сегодня. Надо ехать потихонечку. И тут друг друга, надо сейчас проверить, вообще там ли мы едем. Потому что до этого я, значит, посмотрела вниз на навигатор. Буквально секунды, поднимая взгляд, и вижу такой какой-то песчаный обрыв. И вот это все настолько, это было все на протяжении одной секунды все это приходило. Я подняла глаза, и рука просто автоматически газ закрыла, потому что, ну, там явно что-то было, какая-то опасность. А рука закрывает газ, и этот тяжелый мотоцикл, у которого весь бензин остался только спереди, потому что задний бак я за этот день уже искатала к тому моменту. И вот он просто так взрывается носом в песок. И я как просто последний, извините за слово, лошпед, падаю. Ну, слава богу, скорость была небольшая. Но мне не очень повезло, мне нога левая как-то замесила под мотоцикл, так вот винтом. И первое, что я почувствовала, какая-то была ужасная боль в коленке, в голеностопе. Я такая вскочила, как, а, нога нет, давай работай, нога, нам с тобой еще четыре дня тут ездить. Ну, нога, она поболела, потом я немножко размяла, все, пришла в себя, подняла мотоцикл. Конечно, на это тоже какое-то время у меня ушло. Ну, и уже до финиша там, естественно, уже совсем медленно доехала. Приключений сегодня хватало. Ну, и самым апофеозом, собственно, да, на финише было, когда уже все, я думаю, ну, наконец-то, все, сейчас уже можно отдыхать. Я подъезжаю к закрытому парку, и прямо вот где у нас корнеты забирают, у меня в прямом смысле слова такой, под ручки, девушка, пройдемте, допинг-контроль. Мне первый раз такой, я ни разу не проходила допинг-контроль, так немножко удивилась, конечно. Ну, правила есть правила, они для всех одинаковые. В общем, меня в охапку, посадили в судейскую машину, выдали бутылку полтора-литровую с водой, сказали, пей, потому что надо будет в баночку пописать. Ну, и, соответственно, приехали в гостиницу, меня привели в специальный кабинет к доктору, там заполнили кучей каких-то бумаг. Там была целая процедура с плясками, с выбором этих баночек, скляночек, объяснением моих прав и обязанностей. Ну, и, соответственно, сам процесс записывать не буду, да. В итоге, собственно, все это надежно упаковали, отдали, сказали, через неделю, если что, позвонят. Но я очень надеюсь, что они не позвонят. Вот, кроме как сгущенку и пельмени во мне, наверное, не найдут. Вряд ли. Ну, вот такой вот у меня сегодня был насыщенный день. Слава богу, нога, я переживала, что нога разболится к вечеру, но она вроде наоборот к вечеру как-то разошлась. Я думаю, что даже к врачам не пойду. Так что завтра новый день и забудем уже этот, наконец, уже все. Сегодня не удалось ничего.